МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я лечу, что той, кто займается историей, он володая ключами до памяти коллективной, супольной. Мое призначение подобно до призначения доктора, хирурга, потому что головный наш принцип – не нашкодить. Бо никто так не может нашкодить. В мозгах человека есть профессиональный историк, потому что, когда историк, вместо того, как займаться наукой, занимается фальсификациями, когда он створяет образ вечно покрылженного уластного народа и образ ворога, он должен знать, что слово с правды забивает. Речь у тем, что мой тата, и он наставник истории, и первые мои вспомины, мне фото с дымки на вот есть детячие, там такие вельми забавные, батька меня, он займался краизнавством, я рос в Краснопольском районе, и мы пошли, там, где это вез Каленина, зараз ранее называлось Гленица, и там есть такое урочище «Благинь». Это место, где по паданиям мясцовых затоплена золотая карета Карла XII, а далее из-за этой «Багны», из-за этим болотом, начинается Радзиминский курганный могильник. И вот, а мне тата купил как раз набор, вот этот, были такие у нас сейчас дитячие отцовские, набор богатыря, там, шлем, щит, шлем и щит то я не брал, а вот меч с собой я взял. И вот у меня, первые мои такие селфи, как ты сейчас скажешь, просто по-человечу нормальный фотосдымок, это фотосдымок на кургане с оголенным мечом в руках. Ведаючи, что это не шведская могила, не французская, что это похование Радзимича, что это мой кровный продак, что на этом кургану тысячу год. Первая поэма, якую я веду на память уже пять год, это была поэма Лермонтова Бородино. Коли хлопчика приводзели на ёлочку за цукерочками к Деду Морозу, то говорили, расскажи стишок, мальчик. Я подымался, набирал полную грудную клетку, скажу, скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спалит. И часау на память. Лермонтова, з русских поэтов, я до сегодняшнего дня, ну, хиба, что Броска, может быть, больше люблю. А, значит, ну, а любимая книжка у сем год, у першем классе, книжка, яку я не хотел уперыста сдавать в библиотеку, долго-долго, это была Айвенга, это была Айвенга Вальта Раскота. Гэта вельми кропотливая праца, кропотливая праца, тому, што, гэта, яну потом приходят эти удачи, потом пачинаются с то, что называется чуйка, интуиции, але, гэта вельми мозольная праца, гэта вельми складанная наука. Коли ты выезжаешь у поле, у тебе нема восьмигадзинного ати шестигадзинного рабочая дня. Мы працуем от святанку и до захода солнца, по сутнасті. Тому, што, археология, это еще и сезонная рэч. Сегодня солнце, заутра може пайсти дождь, але удача в этой праце бывают, бывают такие вот, не спадзяванки. Это самая уникальная знаходка, это, конечно, мастиславский доспех, рыцарский доспех, який был выкованный недеусередзинный пятнадцатого годзе. И он уникальный по всіх параметрах. Шлем, який мы знайшли с моими аспирантами и с дайверами, подняли мы вот этот шлем. Шлем еще больше уникальный, чем панцер. Потому, что шлем такой конфигурации, такой конструкции заховался один и в свете, другого нема. Есть подобные шлемы, а наши, шаму аналоги, есть только на малюнках. И шлем этот с далекой бургундой. В чем уникальность? Уникальность еще комплектности. У нас две шпоры, у нас кольчужные панчошки из ног, у нас руки, у нас рештки тканины заховались. Ну, как было зрозумело с усим, таких панцеров осталось три, наш третий. Один митрополитен музеем в Нью-Йорке и один в Вене. Ну, третий тут, в Ратушево-Могилеве. КАЛЮ КАЗАЦЬ ПРА ТОЕ, ЧТО ЧЮВАЕШЬ, ОТ КАЛЮ РАСЧЩАЕШЬ КАСТЯК, КАЛЮ, НЕХТА ТАМ МОЖЕ ПА-РОЗНАМУ, НУ ДЛЯ МЕНЕ ТА ЗАВСЁДЕ СУСТРЕЧА С ЛЮДЬМИ, ЯКЕ БЫЛЮТ ЕЩЁ ГОД ДА МЕНЕ. В МАЕЙ ПРОФЕСЦИЇ, ЯК НЕЯКА ИНШЕЙ, НАПЕВНО, НУ ХИБА, ЧТО ТАМ МОЖЕ СА МНОЙ ПРАВНАЦЦЯ ТОЛЬКИ ТОЙ, КТО ЗАЙМАЦЯТСЯ, ТОЙ, КТО ПАСТАЯННО ВЫТЯГВАЮ ЛЮДЕЙ С ТАГО СВЕТА, А ТУТ ТЫ СУСТРЕКАЮЩЕ СТЫМЯ, КТО УЖЕ ТАМ ПАБЫЛ, И ЙОСТЬ, И ЗАСТАНЦЦИНО ЗАВСЁДЕ. Вот ГЭТЕЕ ДАСЛЕДВАННЯ ВЕЛЬМИ ДОБРА, НАКОЛЬКИ ХУТКА ПРАХОДІТ ТВАЮ ЖЮЦЁ, НАКОЛЬКИ МЫ НЕ ВЕЧНЫ, ШТО ТА ПРОСТА И МНЕНЯМА ВЕЧНАСЦІ, И ГЭТЕ С ДРУГО БОКУ ПРАМУШАЮЩЕ, ЦА НЕ ТОЕ, ЧТО У ЦЕБЕ ЙОСЇ, С ДРУГО БОКУ С КОЛОСАЛЬНЫЙ ПАВАГАЇ СТАВІЦЦЯ ДАТЫХ, ХТО БЫЛ ДАЦЦІБЕ. В ОДНОЙ ТРАНШЕЮ МЕНЯ УШЕЛ СЛОЙ ПАЖАРА 13-СТА ГОДЗІ, С МОНГОЛЬСКИМИ НАКОНЕЧНИКАМИ СТРЕЛ. А РАЧУ ТЫМ, ЧТО МОГИЛЁВ, СЕРЫДЕНИ 13-СТА ГОДЗІ, У НАС, МЫ КОЖЛИЧИМ, ЧТО МЫ УЗНИКЛИ ТОЛЬКИ В ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 13-СТА ГОДЗІ, А НАС ПАЛИЛИ НЕ ДЕ В 1240-М ГОДЗІ. ТОЕСТЬ, И ВОТ В ЭТОМ СЛОЕ, В УГОЛЬЛЕ ИДЕ СТРЕЛЫ, И ОТ ПАД ЭТОМ СЛОЕМ ВУГОЛЬЛЕ, ПА СЛОЕМ ПАЖАРА, Я ЗНАШОЛ РАЗСІЧЕННЫ ДВАЯ ЧЕРЫП. Я ГЭТОЙ ЧЕРЫП ЗАБРАУ, СФОТОГРАФАВАУ, СЮТАМ, АПИСАУ ЕГО. И ОН ЛЕЖАУ У ПАЛАЦЦЫ КАНИСКА, АТОМ БЫЛА АРХЕОЛОГИЧНО ЛАБОРАТОРИЯ НА ТОЙ МОМЕНТО. И ОН МНЕ СНИЛСЯ. МНЕ СНИЛСЯ ПАРК ГОРКО. И ДЕБЬ Я НЕ КОПАЛ ТРАНШЕЯ, ПО ВСЮЛЬ ВЫЛАЗИЛИ КАСТЯКИ. ВОТ ЭТО БЫЛ СОН ТАКИ. Я ПОСНИЛ ТЫДНИ-ДВА, И ПОТОМ ЗАНЁС, ЗАКОПАЛ НА МЕССЦЦЕ. ВЕРНУЛ. ДРУГАЯ МЕСТИЧНАЯ ГИСТОРИЯ, ТОЛЬКІ УЖЕ ТАКАЯ У ЯЗИЧНИСКОМ СТЫЛІ, КУРГАННЫЙ МОГИЛНИКО СХОД. ТАМ СТАЯУ ВЕЛІЗАРНЫЙ ДОМІК ДЛЯ ПАМЄРЛЫХ, БДЫН ТАКІ, СКЛАДЯНЫЙ СПЛАХ, ЗГАРЮШИ, ТОСТЬ, СПАЛЯНЫЙ. ПАМЄР БУВ ВЕЛІКІ, ДРОВ СПАЛИЛИ ВЕЛЬМИ ШМАТ. И РАПТАМ МЫ ПАБАЧЛИ ПАД КУРГАННОЮ ЯМОЙ, КАЙ ВРАЗНО ЧЫТАЛАСЬ. МЫ СТАЛИ ЕЕ РАШЧАСЧАТЬ, И АТТУЛЬ ЗЯВІЛИСЬ МОЦ, МОЦНЫЙ ХЛОПІЦ БЫЛ, МУЩЧИНА БЫЛ, ВЕЛЬМИ МОЦНЫЙ. Ну, КАСАЯСА, ЖЕНЬ ПЛЯЦЩАХ БЫЛА У ЧЕЛАВЕКА, ВЕЛЬМИ КРАНАЛЬНЫЕ БЫЛА ПАХОВАНЯ, ТАМ ЖЕНКА ПАКЛАЛА ФРАГМЕНТ, А БЛАМАЛА СВОЕГО СКРОНЬНОГО КОЛЬЦЫ, ПАКЛАЛА ЕМО. И ВОСЬ, КАЛИ МЫ ПАЧАЛИ РАШЧАЧАТЬ КОСТЯК, ДЕНЬ РЭСКО ЗМЕНЮСЯ, И НА ВОЛЬНИЦА, ОТ ОНА СБОКУ ХЕМ ВОЛОКНО ШЛА, 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 ВОСХОД ПАЧАЛА ЗАЛИВАЦЬ, ТАМ ВИЛЧИЦЫ ЗАЛИЛА. И вот, знаете, спыняется вот это заливо метров 15 от нас. Дождь лупит, там всё гнется, у нас солнце. Над нами слуп солнца и два ворона. И два ворона летают. А у скандинавской мифологии, и у славянской даже так само, ворон – это медиатор, посредник по межсветам живых и померлых. Вот отсюда все это фэнтези про ворона, всё остальное. И я вот скажу, ну вот. Ну не было камеры с собой, как бы это заснять, но это вот такие вот речи бывают. Я верьми рациональный в этом плане человек. Я заусёдый имкнулся выбудовывать, калеказать особисто прожить всё, и вот таким чином, как люди, які, упершую в моей семья, отшувала себя комфортно. Потому что для меня быть мужем и батьком – это не пустое слово. То есть я повинен забеспечивать свою семью, я повинен робить так, как у всё их было. У межих разумно, конечно, да? Хотя что такое межразумно? Ну, гроши потребны, ну, без грошей так само проблема отлично быть, отшувать эйфорию радости, да? Есть и пить, и всё остальное человеку потребно, деваться, проняться. Але гроши не мусить быть самым этой. На Пруне есть одна мастина, не буду называть ни район, где наши хлопцы шли на прорыв, штурмовали, и там их вельми шмат забили. Вельми шмат полеглых, и вот их там просто як присыпало, так и присыпало. И там просто вся земля плача от всего этого. Ну, и там многие шли со своими боевыми узнагородами, чернушники, один, эти два, я уже не памятаю, это двоих было, и они знали это место, и одразу им вельми мощно пошинцевало. И они награбли этих орденов, самых разностаенных, чёрт ведая кольки. С колоссальной выгодой для себя продали это всё, в этой приватной коллекции. Ну, вы же знаете, что, коли добра, ещё хочется. И попёрли на другий раз там. А там ещё, чём вот так шмат было полегло? Там были, там, врештки минное поле немецкое. И вот, коли они со своими металлодетекторами полезли, то отрымалося тое, что может завсюду в этом выпадку отрыматься, выбух мины, ну, и фрагментованные телы на древах. В Оголе есть египетский папирус, яком в некольки тысяч год уже там до нашей эры его нашли. И девосный текст папируса прочитали. Там написано, что молодь зараз совсем разбежченная, аморальная, и она не слухает заповеды батьков. И она такая... То есть в Оголе, коли человек досягает пылного... Я за собой это заважаю, это предмет исталости, и перехода в некий и инший стан, коли начинаешь бурчать. Ну, конечно же, коли тебе 20 было год, и трава была зеленейшая, и молоко смачнейшее, и по ветрам дыхалось лепее, и люди ж были, конечно, богатыри не вы, а зараз пошло некое... Молодь завсёд не такая. И потому, что иначе правда иншая. Але у кожным з этих молодых... Ну, треба памятать, что молодь – это... А наши дети, наши внуки, наши племянники, племянницы – это мы. У нас, разумеется, всяродно, особливо интеллектуальные элиты развитый комплекс неповновартости. Вот в цивилизованном свете, то есть, ну, мы не цивилизованный свете, то есть, с древа злезли, так? Так нельзя говорить. Мы цивилизованный народ, и у нас только письмовая традиция какая, да? Просто мы инши, мы европейцы, но мы инши, мы не заходние европейцы. Треба понять усим, что мы никогда не были заходниевропейцами. Мы усходние европейцы. У нас и климат инши, и леса была болей, и набор алкогольных напитков таму был инши. Але есть речи, люди, которые нас объединяют, и с Центральной Европой, и с Усходной, ничего тут этого нема. Просто у каждого народа свой историчный годинник. Моя мара, як это не пафасно пакажется, гэта моцная, самодастатковая, с моцным пачутем годностю и гонора Беларусь. И коли я хоть на вот столечке зарабью в деле этого, то я, коли гэта не я, а иншая скажут, то это важно. То есть я хочу, моя самая заповедная мара, это моя мирная, свободная, счастливая краина. Краина с чистыми улицами, с нормальными, самодастатковыми людьми, с людьми, якие не вешают один одного бирки, людьми, якие умеют один одного слухать и чути. Сенс життя в житти, в самим житти и в протяге життя. Бо, як казал великий французский философ, сейчас, Бергсон, життя с оправды нема, ни початку, ни конца. Мы смяротны, як биологичныя истоты, але, покуль мы протягуем гэтый ланцог життя, покуль живые наши гены, покуль живые наши думки, мы, як вид, як духовная субстанция, мы вечны, тому, что человек смертный, як представник тварнага света, но як истота, якая володая душой и святомостью, а он живет до того часу, покуль живые его память, его думки, его идеи. Тому сын життя у житті.